Ничто не предвещало такого развития событий. Саски опять ведёт себя как маленькая девочка. То он хочет это, то он хочет то. Ну а для нас, собственно, что это значит? Что третьего сезона, скорее всего, не будет. Но обо всём по порядку. Девушки отдыхают. И такие же люди, как бы это было очевидно. Но сама идея была прикольная, что вот они опять стали свободными. Ну а теперь поговорим о злом Саски. Это был неожиданный поворот. Очень неожиданный, потому что вот ты думаешь, что сейчас будут слюни, сейчас будут все радоваться, что наконец-таки победили. Вот. И тут Саски выдаёт такое-то, что он сейчас хочет убить Каги и, собственно, стать императором всея мира. То есть единственным Каги, насколько я понимаю, совершить, так сказать, революцию. С одной стороны, да, это крутая идея, совершить революцию. На самом деле, крутая идея. Кишимото, как обычно, оправдал... Да ещё, я думаю, и в будущем, в следующих главах тоже заикнётся об этом. Там оправдал его главную мотивацию, потому что у Кишимото почти... У всех злых персонажей есть своя такая внушительная мотивация. После чего ты понимаешь, блин, да, ведь это не пустой тупой злодей, как любит сейчас делать в фильмах. Вот. Это мне понравилось, что всё-таки мотивация у него была. С одной стороны, да, круто. Ведь если он там убьёт этих Каги и потом объединит все страны, ну вот как я это вижу, там не будет ничего уничтожать, просто объединит страны и скажет то, что вы теперь подчиняетесь мне. И там, если между вами будут какие-то тёрки, то я вам дам а-та-та. Вот. С одной стороны, да, это прикольно. Но... Это же вопрос времени. Саски умрёт, потом это всё как бы опять раздробится на разные такие государства, и опять там наверняка будут какие-то междоусобные войны. Собственно, если придут Каги к власти, ну вот если там Саски провалятся со своим планом, и всё-таки Каги, скажем так, будут в ближайшие там лет, не знаю, 50 сосуществовать вместе, то опять же это вопрос времени, когда кто-то кому-то что-то плохое сделает, и вот начнут опять какие-то там тёрки между ними. Это вопрос времени, и, собственно, как всё это, всё циклично. Так что, на самом деле, тут всё относительно, что Саски придёт и завоюет это, и объединит все страны, что Каги, собственно, будут поддерживать какое-то время вот эту дружбу и так далее, согласие. Всё относительно, и всё равно мы в итоге придём к войне, и да, что-то я как-то копнул в демагогию. Саски так быстренько запечатал всех демонов, и, видимо, у планеты появится ещё несколько спутников, если народу ему не помешает. В этом сюжетном ходе, что Кишимото нам сейчас показал, то, что Саски опять плохой, и, собственно, он дерётся с Наруто, здесь у нас, собственно, что есть? Ну, первый вывод можно сделать, что на этом, собственно, Кишимото хочет уже закончить мангу, что вряд ли будет третий сезон, и что всё идёт к логическому завершению. Вот, но, как бы, с одной стороны, да, всё, я понимаю, почему Кишимото именно сейчас-то всё сделал, потому что он хочет на такой эпичной ноте закончить, потому что вряд ли он сможет уже сделать что-то более крутое, нежели вот эта вот война, и там, следующая арка, она уже, ну, потенциально будет не настолько крутая. Вот, но, с другой стороны, наблюдать вот этот легендарный бой, который мы хотели, там, ещё начиная с первого сезона, когда, там, он закончился, что же будет, кто из них победит и так далее, мы-то, конечно, знаем, кто победит. Вот, но получается, что... Окей, у нас была война, у нас был такой просто мега-крутой эпик, и сейчас народу дерётся с Аске. И мне на это, на самом деле, ну, даже не очень интересно смотреть, потому что здесь должен был быть какой-то спад, то есть, как у нас обычно строится драматургия, от плохого к хорошему, то есть, случается что-то хорошее, вот, допустим, победа, и потом что-то опять плохое случается, там, Саске говорит, что он сейчас всех зарежет. Вот, да, это всё логично, окей, но после вот этой гигантской арки хочется, как я уже неоднократно говорил, повседневности, чтобы у нас, как бы, на спад уже пошло вот это чувство эпичного и так далее, потому что, ну, окей, Саске будет драться с народом, но я не думаю, что меня это, не знаю, удивит или ещё что-то. То есть, если бы Кишимо взял какой-то маленький перерыв, и, там, допустим, через, не знаю, хотя бы глав 6-7 показал бы нам этот бой, то это уже бы смотрелось по-другому. А здесь он, получается, вот только от одного эпика, вот, один эпик закончился, и сразу он хочет сделать второй. Но, понимаете, что нам уже будет не так интересно на это смотреть, потому что нельзя просто, вот, взять, не знаю, понатыкать крутых моментов и вот подряд их смотреть, они уже, они теряют свой вкус, это всё равно, что вы, не знаю, берёте и кушаете пиццу, а, там, не знаю, четвёртый кусок пиццы, он будет уже не настолько крутой, как, там, первый, потому что вы просто потеряли вот это вот ощущение, вам уже приелся вот этот вкус, если вы понимаете, о чём я. Наверное, да, опять я много демагогии тут развожу, вот, но если вы понимаете, то ставьте лайк, обязательно. Вот, обязательно напишите, что вы, в принципе, об этом думаете, вот то, что Саске сейчас стал плохим парнем, и, ну, по поводу, собственно, третьего сезона большинство сказало, что нет, не будет третьего сезона и так далее. Вот, но я, собственно, почему думал, что будет третий сезон, потому что Кишимоты всё-таки нам даст вот эту паузу, и потом он уже разовьёт Саске как, там, нечто такое крутое и так далее, потому что сейчас это, это, это странно выглядит. Давайте просто на секунду представим, как на самом деле выглядела бы сейчас их битва. Они просто настолько уже выдохлись и устали, что они, по идее, должны стоять просто как два деда и перекидываться ударами. И в итоге просто упасть одновременно от усталости. А теперь давайте на секунду представим, что у Саске всё получится, что он там объединит, собственно, все земли. Хотя, кого я обманываю, это конец главы, и это почти настолько же нереально, как увидеть это. Ну, примерно, да, настолько же невероятно. Если мы сейчас всё-таки будем отталкиваться от того, что Кишимото заканчивает своё великолепное произведение, и вот новый фильм будет, собственно, приурочен к уже последующим каким-то действиям, решениям и так далее, то есть, грубо говоря, вот фильм – это как, там, отсылка на, там, третий сезон, которого не будет. То есть, логично будет, что он закончит именно мангу до вот этого момента, до выхода этого фильма. То есть, тогда получается, что нас ждёт примерно, там, 12-13 глав. Вот, то есть, соответственно, там, глав 5-6 он максимум может убить на взаимодействие Наруто и Саски, как они там будут драться, и, там, глав 6 было бы неплохо, чтобы он уделил на, там, развитие мира и так далее, то есть, что уже потом будет идти. Вот, то есть, получается, всего-всего, там, 12-13 глав у нас осталось. С одной стороны, да, печально, но... Блин, с другой стороны, круто, наконец-таки это всё закончилось. На следующей неделе главы не будет, ну и, соответственно, выпуска тоже не будет видео, возможно, я сделаю, да, обзорчик какой-нибудь или другое видео, но, собственно, в скором времени это увидите. Огромное спасибо за перевод Валику. Валик, ты, как обычно, шикарен. Спасибо группе Панаруто за поддержку и двум замечательным сайтам. Да, замечательным сайтам, на самом деле, крутым сайтам. Вот. Ну всё, давайте увидимся на следующей неделе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok